друзья я немножко больше кажусь вот алексей рядом меньше сейчас мы выровняем чтобы мы были поровну в размерах ох теперь вас на нас обоих наверное вам видно мы в четверг делали шоу в skyroom и вы наверное уже видели там какие-то видео какие-то фотографии если нет посмотрите алексей с нами это уже было его второе первый раз здесь брики мысль посмотрел как я работаю потом вот пришел посмотрел в какой-то степени немножко поучаствовал снимал своем как бы арт-проект скайрум и в ближайшие дни вы посмотрите результат того что у него получилось и мы вернее скажем так если вы хотите посмотреть эту премьеру того что алексей сделает сейчас мы пока копируем как бы фотографии видео в данный момент на его компьютер но вот 25 числа мы планируем это сделать премьеру показ алексея творения с максом в шоу gq по-моему называется отель да ну мы посмотрите внимательно на flyers точное название по на 32 стрита на в металле да я адрес я точно поставлю вот что тебе понравилось что те не понравилось что можно сделать лучше как бы какой твой анализ шоу которое ты видел что ты заметил интересного так да начинаем это по порядку с того что мне понравилось в общем мне понравилось общий энтузиазм всех людей то что все кто туда пришел они хотели что-то сделать это всегда самое главное потому что когда нет возможностей а есть люди которые хотят сделать значит значит получится это самое главное все модели были бесплатно работали участвовать каждый делал это потому что ему интересно потому что он хотел портфолио то есть есть шоу где всем платят и люди делают они потому что как бы они хотят искусством заниматься и просто потому что это заработок платит за рент за как бы за квартиру а есть люди которые могут там уже зарабатывают работают докторами юристами кем-то что-то делают и она не это делают в удовольствие строите портфолио делают это потому что это интересное как бы для души и обычно очень часто такие люди делают это лучше с сердцем нежели люди которые это делают за деньги не кажется ли себе такой аргумент правдивым все правдиво потому что то есть приходим к математике значит люди которым которые делают только ради денег если у них эти деньги убрать они ничего делать не будут или будут делать это плохо нехотя и так далее это значит что человек который без денег делает хорошо представьте что будет если ему еще и заплатить то есть конечно всегда начинать желание то чтобы все хотели это на шоу сначала все модели очень хотели в шоу очень хотели пройти хорошо репетировали до последнего было переходим к тому что не очень понравилось было мало места к сожалению такое часто бывает хорошо что когда много гостей много пришло то есть очень много я вижу шоу здесь нерки когда огромное место и снимают огромный зал и вообще гостей не люди не приходят я предпочитаю чтобы стояла большая очередь снаружи не могли попасть и место было забито до отказа и нежели в когда много места и никого никого нету пустое пространство конечно в таком плане это гораздо лучше они хотят чтобы их увидели кто-то они могут проходить у стихом в улице и в парке походить там много очень места но когда на шоу в забитые один к одному все стоят нужно хочется показать себя конечно я тоже всегда комфортнее себя чувствую когда есть публика потому что все чем мы занимаемся искусство и прочее мы пытаемся людям донести какую-то идею если есть идея относить ее не для кого это разумеется не так хорошо поэтому да чем больше народу тем лучше если немного тесно ничего страшного но я вспоминаю то что даже то есть вот девушки в любой момент когда была у них там минутка между тем как их накрасили боди-артом или еще они ждут свою очередь одежды они находят маленький двухметровый промежуток и начинают ходить смотреть и думать может быть мне так лучше ножку поставить на повороте это было очень приятно видеть моя основная как вот продюсер такого мероприятия проблема что девушки очень редко меня слушают до конца то есть мы не с многими 3 или 4 раза прошлись я показал вот здесь стать не дальше не ближе стать столько-то секунд поза 1 поза 2 и все равно вот сколько раз я это не провожу все равно как начинается шоу или они не выходят или они подошла и убежала через секунду не не позирует или не дошла до до необходимого места или подошла ближе я не знаю как сколько раз надо репетировать прежде чтобы человек вот все равно вот они и начинают идти и они обо всем забывают вот они в этот момент себя чувствуют вот нас на сцене под глазами и вот они делают то что они хотят независимо от 3 тренинга как как этому переучить и не знаю ну во-первых все таки профессионализм должен присутствовать во всем девушек тоже можно понять так как они можно сказать не профессиональные модели для них каждый такой показ это шанс показать себя поэтому они еще не рассматривают показ как единый организм обычно у нас были пробы у нас была подготовка у нас был фейтинг у нас были беседы то есть у меня есть как бы очень подробно написанное это дело и есть ним ряд видео на эту тему и есть мы несколько раз то в живую обсуждали то есть есть бы основные дальний момент например вот меган которая привезла коллекцию туфель она довольно-таки знаменитый писатель и она публикуется в многих журналах и гарантированная была будет публикация у нас и и поэтому я очень просил девушки пожалуйста остановитесь пожалуйста станьте левая нога должна быть стоять вниз то есть для публикации для фотографий чтобы попасть в космополин хорошие журналы есть определенный стандарт какие фотографии принимаются к публикации какие нет для этого если вы будете все время двигаться и фотографии будут смазаны невозможно будет воспользоваться вашей фотографии очень многие девушки я предупредил что будет коллекция туфель пожалуйста сделайте педикюр маникюр из семи туфель которые меган принесла я посмотрел на фотографиях пятеро девушек не имели маникюр ногти были не просто не ухожены не подрезаны то есть туфли красивые ноги как бы очень тяжело найти модели у которых красивые пальцы на ногах как бы красивая нога чтобы она была интересна демонстрировала туфли но просто простые правила гигиены ты идешь на фэшн-шоу ты идешь показывать коллекцию туфель но он обрежь ногти ну сделай маникюр ну как можно прийти тебя будут масса я уже получил от трех фотографов фотографии и плюс я фотографировал и все фотографии очень из 7 девушек которые один на которых одели туфли пятеро не имели маникюра педикюра то есть ну как бы она выглядит немножко знаешь крутые очень красивые туфли ручную работу ты видел какие они как красивый дизайн она 9 месяцев старалась рисовала каждую работу и и после всего мы же месяца два-три готовились это не то что это они вот вчера узнали что они будут показывать туфли было оговорено было договорено и тем не менее вот как этого избежать так это не простой вопрос простой девушки будьте добры сделать теперь педикюр готовьтесь к шоу что я не требую чтобы это был дорогой чтобы это было какой-то там супер как бы сложный и просто самые просто обрежьте ногти ну как бы на ногах бы и самые простые как бы быть у из фэшн шоу то чуть-чуть просто ухоженности всего достаточно пожалуйста вы это увидите до двадцать пятого числа это интервью пожалуйста придите в четверг мэган принесет опять свои туфли пожалуйста в обрежьте ногти хорошо на такой вот веселой ноте мы сейчас узнаем что алексей думает по поводу его проект мы в начале как бы когда еще не собралось достаточно много модели мы когда алексей пришел мы снимали некую части арт-видео которые алексей вот сейчас готовит на показ на 25 расскажи про что что мы делаем чего ожидать чтобы что вы будете смотреть и так всегда мне во всех фотосессиях кажется что нужно всегда продумывать сценарий хоть он будет простой сложным сценарий должен быть поэтому придумана идея которая на основе ваших платьев которые светит да все время пытаюсь подобрать конкретное слово он учитывая сложность техники да скажем так они светятся да да первое о чем я подумал то есть это главное отличие от других каких-нибудь модельных показов то есть и я назвал что этот свет от платьев это есть искусство которое освещает нам путь без этого света мы бы его не увидели поэтому важный аспект фотографа и видеографа дело в том что чем больше фотографов при вас придет и чем больше вы будете работать с пышками тем больше вы зарядите эти бусинки и ярче они будут гореть но пожалуйста как бы постоянный свет нам не нужен то есть если будет все время светится то мы не увидим как как бы как она светится поэтому вспышки фотограф нужны а постоянный свет от видеограф нам не нужен поэтому будьте добры выключите любой другой свет мы выключим полный свет то есть чтобы видеть полный эффект вот так и такие требования нужны то есть мы зависимы от света от вспышек фотографов чтобы заряжать бусинки и тем самым мы отвечаем как бы уже эффектом исходящим оттуда а вот даже это то что вы сейчас описали мне нравится что даже здесь метафора на метафоре чем больше вспышек от фотоаппарата тем ярче светится платье то есть собственно как и искусство чем больше его освещают вспышки фотоаппарата тем ярче она светится но так как у нас приближается хэллоуин а я очень люблю страшные вещи поэтому мы все это вместе намешали и это будет выглядеть как фотосессия на кат на которой свет будет озарять пространство и мы будем видеть некую другое измерение в котором скрываются гигантские страшные вещи страшные может быть для нас но для кого-то они прекрасны и потому что мне всегда кажется что страшные прекрасная она очень между ними очень такая зыбкая грань как между любовью и ненавистью например поэтому мы будем видеть в свете платьев будем видеть мир иначе надеюсь я смогу эту мысль донести да спасибо смотри по это 25 числа посмотрим сори я хотел спросить по техническому изготовлению скажем вот один из факторов который меня насторожил и я надеюсь в следующий раз и его избежать это что место вот скажем ты не не заранее не сходил skyroom или там и поэтому тебе пришлось на месте ориентироваться принимать решение будем фотографировать здесь будем фотографировать здесь и это когда очень сжатое по времени пространство и нужно и и модели накрасить и пройтись из по фотографируется и снять видео и подготовить и гостей принять по крайней мере мое личное время было очень по секундным разжат распланировано поэтому если бы заранее чуть как бы посмотреть место и знать а эта модель идет сюда эта модель идет сюда то есть я хочу это сделать если у тебя боль более как бы ты был подготовлен возможно даже если ты на полчаса раньше пришел бы возможно ты бы уже знал что ты хочешь делать то есть когда мы берем модели ты это было бы более полезно что мы используем в принципе один только бэкграунд одно только место хотя skyroom достаточно четыре вида манхэттен можно было снимать и на юг на север на то есть мы только пока в одном месте фоткали возможно если захочешь может продолжение проекта мы сделаем вот 25 числа пофоткаем девушек в другом клубе с другим может там не там не будет таких луков в юфе но может быть другие как бы особенность и тем более что так понимаю что мы задний план урезаем его все убираем остается модель то есть не так сильно принципиально что на заднем плане расскажи пожалуйста как бы почему люди должны смотреть твое искусство двадцать пятого часа чем она будет интересно должны почему бы они хотели бы скажи прежде всего надеюсь что мне зрители поверят мной всегда руководствуется то что я хочу делать хорошие вещи и доносить их людям есть много таких меркантильных проектов к за которые очень много платят но они плохие как не знаком плохие фильмы которые очень раскручены но они не несут никакой информации только забирают у людей время и деньги хочется доносить вещи хорошие чтобы был смысл чтобы люди посмотрели и начали думать создавать какие-то свои впечатления вдохновление может быть потом они сделают что-то хорошее поэтому даже какая-то страшная вещь она может человека впечатлить и сподвигнуть его на что-то хорошее поэтому я очень надеюсь что люди увидят это заставит их о чем-нибудь задуматься например об искусстве о творчестве и о саморазвитии хорошо друзья смотрите как бы наше шоу я надеюсь что алексей справиться со своей задачей и будет интересно как бы пишите если вы хотите поучаствовать в таких мероприятиях с нами и если у вас есть свои какие-то проекты в которых вы хотели бы задействовать меня или алексея то мы будем рады услышать ваше предложение напомню свой инстаграм алексей каталевский или алексей каталевский арт сложная им фамилия но надеюсь запомнится я поставлю в description то есть точно спеллинг так что будет не так сложно вам найти алексея спасибо алексей каталевский арт